В конце 18 века, после второго раздела Речи Посполитой, Минск входит в состав Российской империи. Наш город лишают Магдебургского права, но, несмотря на всяческие препятствия, он часто играет роль одной из центральных губерний нового государства. Город начинает развиваться, набирает обороты и культурная жизнь. Уже к 1811 году население насчитывало 11 тысяч человек. Но Отечественная война, а затем и пожар 1835 года серьезно разрушили город. Однако уже к середине 19 века Минская губерния преобразилась. Все главные улицы и площади покрыли булыжником. Начался строительный бум в Верхнем городе. В 1838 году выходит в печать первая газета «Минские губернские ведомости». Здесь издавались газеты. Газеты на польском, на русском языках, даже на французском языке. Здесь создавалась когда-то газета. Находилась здесь когда-то литографическая мастерская. Было несколько учебных заведений. Ну и надо сказать, что действительно в учебном смысле, в таком образовательном смысле, Минские и Белорусские губернии стояли на порядок выше центральных губерний Российской империи. И многие общественные деятели России отмечали, что здесь проявляется особая тяга к знаниям, к образованию. Основным учебным заведением Минска являлась мужская гимназия, которая с 1803 года располагалась в здании бывшего униатского мужского базилианского монастыря. Уже к 1821 году здесь обучалось 320 человек, и лишь 7 из них были детьми мещанского сословия. Все остальные – дети дворян, золотая молодежь. Обучение здесь велось на высоком уровне. Преподавали на польском и русском языках. Юношу учили латынь и старогреческий, дополнительно немецкий и французский. Зубрили физические и математические формулы, изучали историю, географию и природоведение. Историк Тадеуш Корзун, поэты Томаш Зан и Ян Калучина, композитор Станислав Манюшко. Все они – талантливые гимназисты, классики национального движения искусства. Любопытно, что рядом находился когда-то пансион, и там иногородние ученики могли жить. Дети обязаны были иметь при себе серебряную ложку, вилку, скатерть и несколько салфеток. Ну, а само учебное заведение выдавало им учебники, мундир, цапоги, постельные принадлежности. Интересно, что на втором этаже этого здания находился театр, где выступали как профессиональные артисты, так и актеры-самоучки. Вообще, в 19 веке любительский театр был очень популярен в Минске. Например, с 1841 по 1852 годы театральный зал находился в здании городской ратуше. Спектакли всегда собирали аншлаги. Особенно бурлила культурная жизнь Минска во время торгов, на которые съезжались люди со всей губернии. На соборной площади устраивали театральное представление, выступали оркестра. И немалая заслуга в этом принадлежит Винсенту Дунину Марцинкевичу. В 1841 году увидела свет комичная опера «Еврейский рек русский набор», либреток которой написал как раз Дунин Марцинкевич. А вот в 1852 году произошло уникальное по тем временам событие. И здесь в театральных подмостках впервые была слышна белорусская речь. Именно здесь в городском театре состоялась премьера первой белорусской оперы «Телянка». Кстати, в те времена Минский городской театр располагался на том месте, где сейчас стоит новая гостиница Европа. Огромное внимание в губернском Минске уделялось и музыкальному образованию. Порой люди совмещали свою госслужбу с музыкальным хобби. Вот, например, Людвиг Ракицкий, губернский предводитель дворянства, был первоклассным скрипачом, ну, правда, скрипачом-любителем. Он собрал свой такой оркестр небольшой и неоднократно выступал здесь в Минске. Между прочим, собиралась на представления и на выступления вся Минская губерния. Любопытно также то, что деньги от этих концертов шли исключительно на благотворительные цели. Центром культурной жизни в 19 веке был дом Чеслова Манюшка, отца будущего известного композитора, автора первой белорусской оперы Станислава Манюшка. В этом доме проходили творческие вечера, где собирались музыканты и с образцовой точностью играли симфонии Гайдена, Моцарта, Бетховена. Валентий Ванькович родился в семье потомственного судьи Мельхиора Ваньковича из холастики Горецкой, сестры поэта Антона Горецкого. Талантливый художник, представитель романтизма, автор портретов Мицкевича и Пушкина, стал самым известным представителем династии Ваньковичей. В 19 веке их уютная усадьба на тогда улице Володской стала культурной мягкой города. Сегодня в былой усадьбе действует музей рода Ваньковичей, филиал Национального художественного музея. В одном дворике с усадьбой по интернациональной 31 находится здание, в котором размещалась первая публичная библиотека. Возникла она еще в середине 19 века, 30-е годы, и первоначально располагалась на Захаревской, а затем переехала сюда, в тогда дом Сабины Ленской. Книжный фонд работал на первом этаже и занимал 6 комнат. Здесь в свое время трудились Максим Богданович, Янка Купалый, Куб Колос, тетка с метро «Бедуля» Владислав Голубок. Отправиться на вечерний променад минчане могли не только по брусчатым центральным улочкам, но и по тенистым аллеям губернаторского сада. Ныне это детский парк имени Максима Горького, который был заложен по инициативе губернатора Минска Захария Корнеева в 1800 году. В то время парк занимал 18 гектаров, и в середине 19 века достиг своего расцвета. В конце 19-го столетия здесь, в парке, минчане увидели первый воздушный шар. Ну и, следовательно, это собрало большую толпу людей, которые пришли посмотреть на такое. Первых парашютистов минчане тоже, кстати говоря, увидели здесь, в губернаторском саду. Эта зона отдыха позиционировалась как зона отдыха абсолютно для всех. Вход сюда был всегда бесплатным, но, тем не менее, был здесь своеобразный фейс-контроль. Вот, например, сюда не пускали тех, кто идет по направлению к парку, толпами. Сюда не запускали людей в грязной, неопрятной, ну, несоответствующей погоде, скажем так, да и вообще времени одежде. В конце 19-го века парк стал спортивно-досуговым центром. Здесь появился первый стадион с филотреком, площадки для тенниса, крокета, кигельбана, гимнастические снаряды. В праздничные дни в парке играла музыка. В павильоне-клубе устраивали танцы. Продавали безалкогольные напитки – минеральную воду, молоко, кефир, чай, кофе. В это время у губернаторского сада появился конкурент – Александровский сквер, который открыли в 1874 году и назвали так из-за часовни Александра Невского. Сквер стал местом встреч минской элиты. Вход в него был платным. Важнейшим событием для развития Минска в 19 веке стало появление железной дороги в 1870-х годах. Это дало сильный толчок к модернизации экономической, социальной и культурной жизни. Появились водопровод, телефон, первая электростанция – «Конка». Уже в 1900 году в Минске было 58 фабрик и заводов, а население составляло 91 494 жителя. Во многом успех Минска связан с именем талантливого городоначальника тех времен Карла Чапского, которому всего за пару десятилетий удалось превратить губернский городок в культурную европейскую столицу. Такой была культурная жизнь минчан 19-го – начала 20-го веков.